Сегодня у нас в гостях двукратный чемпион Кубка АКР и играющий тренер Александр Саркопудов. Это новости спорта. Меня зовут Лада Дудко. Здравствуйте, Александр Анатольевич. Здравствуйте, Лада. Очень приятно, что вы согласились посетить наше интервью. Вы играющий тренер. Это очень интересно, но в первую очередь я бы хотела узнать о ваших личных достижениях. Мои основные личные достижения. Я бронзовый призер чемпионата России, двукратный чемпион объединенного чемпионата АКР и серебряный призер чемпионата Европы. Сколько лет вы уже посвятили только профессиональной деятельности без тренерства? С 18 лет я во взрослом спорте и в 18 лет выполнил норматив мастера спорта. Что вас привело, что вас вдохновило стать тренером? Мне нравится работать с детьми. У меня мама педагога и сестра тоже тренер. То есть у нас как семейный подряд. И это очень необычно на самом деле, когда ребенку ты учишь чему-то. Я пробовал, когда мне было 15 лет, заменять тренера. И мне это понравилось. Я решил, что могу этим заняться. То есть у вас такая некая даже мечта, можно сказать, была быть тренером? Не то чтобы мечта. Мне этот род деятельности нравился. Мне очень нравилось тренироваться. А тут еще, кроме того, что я могу тренироваться и тренировать людей. То есть вот эта передача опыта для вас это... Да, мне очень нравится. Александр Анатольевич, самый интересный факт это то, что вы сейчас играющий тренер. Как вам удается совмещать тренировки свои? Тренируете детей наверняка несколько раз даже в день. Вот расскажите про именно совмещение работ. Все очень просто. Тренировки в одно время, работа в другое время. И стараемся подставить время так, чтобы и дети могли успеть потренироваться, и я. Все, кого я тренирую, родители все с пониманием относятся к тому, что я выступающий спортсмен. И иногда старшие ученики подменяют. Есть еще второй тренер в этом отделении, который работает, иногда подменяет. То есть у вас в тренерском штабе два тренера? Да. Есть ли у вас доктор, массажист или... У меня, как у спортсмена, есть еще старший тренер Дмитрий Юрьевич Котвицкий. Он занимается всей моей подготовкой к соревнованиям. В Центре спорта образования самосимисты. Массажисты, врачи. Все, полный цикл профессионального спортсмена у меня присутствует. Сколько у вас групп, какого возраста у вас дети, и как вы их набираете, откуда вы их берете? Либо у вас запись в социальных сетях, можно ваше занятие найти и прийти, как у вас все это происходит? На самом деле мы много способов привлечения детей, взрослых используем. Такие как соцсети, раздача листовок, открытое выступление показывали. И в школах агитируем детей. Ну, как бы в основном у нас возраст от 12 до 17 лет детей. От 12 до 17. А если раньше ребенок, то есть котируемый возраст, например, 10 лет, можно прийти в этот вид спорта? Да, да. У нас есть группа раннего развития. Они не сколько занимаются каратэ, они занимаются укреплением своего тела, владением своим телом. Учатся кувыркат, состоятельной голове, колесо, фляги. И чтобы тело их было готово к тому, чтобы потом, когда придет возраст соревнований, выступать, получать удары, отвечать, чтобы не было травм. Ну, вот как раз про детей и про возраст. Мы поговорили про рекламу, про привлечение в этот вид спорта. А вообще у вас сколько групп и какой возрастной ценз? Ну, у нас есть группа, начинается 5 лет, но есть 2 мальчика, которых родители попросили попробовать позаниматься. И они им по 3 года, по 3,5 года, и они оказались быстро обучаемые. Они сейчас наравне с 6-летними бегают, развлекаются. Это вы что? Да, прям им очень зашло. Они уже только недавно начали ходить. А сейчас уже делают кувырки, там, всякие базовые акробатические элементы. А почему родители отдали именно в карате? Ну, чтобы почувствовать свое тело, просто то же самое, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, то же самое делает акробатика. Потому что вот, ну, есть ситуации, когда родители понимают, что ребенка в раннем возрасте лучше отдать в спорт, да, чтобы, ну, опять же, чувствительность тела, прочее, прочее. И вот отдают в такой вид спорта, как гимнастика, акробатика. В чем отличие? На базовом уровне практически отличий нет, потому что мы все занимаемся укреплением организма. Но в основной системе подготовки уходит больше упор на воспитание ребенка, что ребенок должен понимать, что нельзя срываться. Знаете, бывают дети, которые импульсивные. Мы пытаемся воспитать. В основе тренировочного процесса состоит воспитание. А потом уже все остальное. Если ребенка можно воспитать, он понимает меня, понимает старших инструкторов, то в дальнейшем ему очень просто изучить. Потом мы его влюбляем в вид спорта. Вы представляете, ребенок, который желает тренироваться, с ним тренироваться очень просто. Не нужно быть строгим или таким. Ты с ним приходишь, как с другом, пообщался, узнал его проблемы, узнал, что сегодня он получил двойку, потому что у него болят ноги, и не пошел он на урок. Узнал, что сегодня он получил пятерку, и он становится твоим другом, и мы с ним идем по жизни с этим человеком. Ну, тренера как три в одном. И родитель, и психолог, и учитель, и тренер. Все в одном флаконе, можно сказать и так. А если к вам, например, пришел ребенок, который не любит этот вид спорта, и в принципе не любит спорт, вот он очень привилетливый. Как тогда найти подход? Сначала мы разговариваем. Каждый ребенок, который приходит, если маленький, он приходит с родителями. Представляете, мама привела мальчика, который не слушает своих хулиганий, ко мне на тренировку. Я же с ним сначала поговорю, располагаю к себе. И так постараюсь стать ему другом с самого начала. Вот он пришел в зал, переступил, он сразу друг. И мы с ним, как он иногда бывает упрямый, мы разговариваем, пытаемся найти способ соприкосновения. Он начинает рассказывать, как ему в саду невкусная каша стала. Я поддерживаю его, что да, бывает каша невкусная, несладкая. И мы становимся друзьями. Представляете, когда группа, в которой всем весело, и один мальчик не хочет этого делать. Ну, такого уже не будет, да. Социальный статус этих детей его съест, и они все играют. Обычно вот у меня много детей приходит, которые не хотят, которые сложные. И потихоньку, потихоньку, бывает, вот он семилетним пришел, а в девять лет он уже говорит, когда мы поедем на соревнования, ждет. Стараемся заразить любовью к спорту. Часто ли вы ездите на соревнования и куда по России чаще всего? Вот у меня, как у тренера, дети становились призерами Центрального федерального округа. Побеждали всероссийские соревнования. Вот мы сейчас готовились к первенству России. На сборы ездим, у нас целое мероприятие. Мы покупаем два вагона поезда. Вот эти сто человек все едут. Сто человек? Да, и эти едут на поезде, какую-нибудь башкирию на сборы. Там палаточный лагерь. То есть все обустроено. Почему в палатках? Потому что система настроена, мой тренер, он выстроил систему, в которой дети должны уметь обустроить свой быт. То есть учат быть самостоятельно с самого раннего возраста. То есть он должен поставить себе палатку, потянуть тент над палаточкой, сделать вещи для сушки, подготовить всякие действия. Потому что в этот момент приходит у ребенка осознанность, что он отвечает за себя сам. И когда ребенок становится взрослым, он понимает, о, здесь я что-то сделал. И я отдаю отчет, что я хочу стать чемпионом. И цель основная – заразить ребенка. Я хочу, я это делаю. И мы, как бы, идея школы единоборств «Кайман», чтобы ребенок самостоятельно пришел к тому, что он хочет стать чемпионом. Не так, что мы с палками стоим, гоним, гоним их впереди паровоза. Нет, мы стараемся, не кричим на детей, стараемся найти, прийти к тому, что мы всем сами пришли добровольно. Вот такой подход. Насколько он сейчас востребованный? Идут ли родители везти своих детей? Не страшно ли им везти вот в такой вид спорта, в такую атмосферу, когда, ну, в принципе, это круто, но не каждый родитель согласится отдать ребенка на сбор, где палатки, там, может быть, клещи, комары, там еще что-то? Ну, смотрите, первый раз всем очень страшно, и детям тоже страшно. А суть сбора в том, чтобы ребенка социализировать в обществе. Вы знаете, вот он в школу пришел, поиграл в телефоне, как бы, он, потому что мама его привела на тренировку, и он не понимает. А когда мы его вывозим от мамы, знаете, как мамам страшно, страшнее, чем детям, что вот, их ребенок уехал в лагерь. Да. Но есть же система безопасности, территорию от клещей обрабатывают, профессиональные повара работают, медицинские врачи находятся на сборе. Все подготовлено, потому что нужен результат же, нам нужно, чтобы дети научились, а если у ребенка будет потертость, и ее никто не сможет заживить, как он будет тренироваться? Будет сидеть грустить. И вот у нас есть опыт, когда мы поехали на сборы, вот я как тренер первый раз, и мы у всех детей забрали телефоны. И в моменте мы узнали, что вот мы живем в этом лесу, мы не понимаем, ну есть, мы узнали, что есть какой-то краснокнижный дятел, что можно ящерку поймать. Я вам серьезно, представляете, мы как бы ходим, ну что-то стучит, а потом дети нам рассказывают, как бы, мы же с ними общаемся, говорят, вон там краснокнижный дятел, а вон там вот в полянке находятся какие-то цветочки тоже краснокнижные. Еще они рассказали, как они ловят ящериц, они набирают в бутылку воды, видят луночка, вот так вот начинают лить, льют, льют, льют. Когда водичка доходит до ящерицы, она начинает выбегать, вот так, оп, ловит. И нам так пару раз принесли, показали, мы, если я взрослый, даже не мог догадаться, что так может быть. А мы у детей забрали телефон и все забрали, и они начали быть необычными, не которые только тыкают в телефон, а показывают себя с другой стороны вообще. Надо же чем-то заниматься, когда экранчика нету. Да, как бы кликабельная тема, нет быстрого дофамина, вот они начинают заниматься. При том, что получается, что у них так много энергии во время сборов. Представляете, у них первая тренировка в 7.30 начинается. То есть это как бы зарядка идет или сразу уже тренировка? Нет, нет, это зарядка такая. Гимнастика, проснуться, потом мы идем в озеро, закаляемся все. А как же? Как же закаляемся? Ну, вот перед тем, как приехать на сборы, мы родителям все объясняем, что система построена так, что мы укрепляем организм, что у нас 2 раза, 3 раза в день будет купание в озере. Ну, лето там, вода 20-25 градусов. В принципе, с утреца она теплая, прохладная, а в 4 часа дня, когда ребенок заходит, вода комфортная. Ну, холодновато, неподготовленный организм. Ну, мы на такие сборы не везем маленьких, мы везем тех детей, которые уже чуть-чуть и поедут на соревнования. А предварительно не сдаете анализы, там не укрепляете иммунитет, я знаю. Смотрите, перед тем, как поехать на сборы, ребенок очень много справок задает, что ему в диспансере разрешено тренироваться, что его допустили до сборов, справку о контактах. Там очень-очень много справок, бюрократических моментов перед тем, как поехать на сборы. И никто никого не заставляет. Это не так, что вот, все, зашли в воду по шею, вышли. Нет. Если, например, сегодня понимаем, что не может он зайти, ребенок, ну, хорошо. И также мы делаем очень сложные упражнения с балансом тела, с владением тела. И бывает, что у ребенка есть иногда какой-то барьер. И мы всегда такие говорим, не можешь, не делай. Но когда есть в зале, есть какой-то лидер, который берет и делает, там, не знаю, полет, кувырок на три метра, в априори каждый не хочет сидеть, потому что он понимает, что хочет конкурировать. И здесь то же самое. Да, действительно. Вы очень много раз проговорили про как раз-таки вот концентрацию тела, в первую очередь, воспитание и тело, подготовка тела. Кто придумал эту систему? Откуда она пришла? Систему придумал Котвицкий Дмитрий Юрьевич, заслуженный тренер России. У него своя система подготовки, в которой основная задача – это укрепить тело, чтобы все мелкие мышцы, мелкая моторика, все-все-все, все периферические мышцы были готовы, чтобы ребенок не получал травмы. Иногда бывает, знаете, вот приходит ребенок какой-то, делает резкое движение, вот, например, он бьет удар, у него локоть вылетает или рвется мышца. И это связано с тем, что не было подготовительного периода у спортсмена. И из-за этого, как бы, Дмитрий Юрьевич, когда создавал систему школы единоборской Аймана, подумал, как убрать у своих спортсменов травму. И разработал целую систему. И я стараюсь также передать эту систему всем спортсменам, которые у меня тренируются. Какая есть статистика? Видно ли положительный рост? Ну, прекратились травмы? О, смотрите. Ну, когда Дмитрий Юрьевич, как тренер начинающий был, ему было 25. Он начал тренировать с 14 лет, но результат у него пошел, у спортсменов, они уже чемпионами страны становились в 30-33. И он говорит, первые плеяды – это были очень серьезные эксперименты. И он понял, что ему нужно укрепить организм детей, спортсменов, взрослых, чтобы, когда они выходили на татами, на ковер, они могли наносить качественный удар и не переживать, что можно травмировать руку, колено, локоть. И то же самое, если принять удар, что их тело готово нанести и принять качественный удар, чтобы не было травм. А вот иногда проходит чемпионат России, и мы можем клубом выиграть чемпионат России. Представляете, там будет 50 регионов, там 46, и там около 200 спортсменов, и школа из Набурска клубом выигрывает турниры. Это очень серьезный результат. И бывает, смотришь на других спортсменов, у кого-то нога болит, у кого-то рука болит, кто-то хромает. А мы все счастливые, а-а-а, зашли, а-а-а, вышли. Это благодаря тому, что систему, которую изобрел Дмитрий Юрьевич, она максимально эффективна для спортсменов. Александр Анатольевич, в моем понимании подготовка к тренировке, например, строится так, ты приходишь, у тебя есть разминка, после тренировки заминка. Ну, как раз-таки для предотвращения тех же травм. Разогреть тело перед, после растянуть мышцы, ну и все в таком духе. Как у вас это проходит? Вот в чем заключается как раз-таки вот эта вот система предотвращения травм? Смотрите, вообще спортсмен, например, вот если мы возьмем спортсмена, выступающего, например, 12 лет парню, у него тренировка не начинается. Вот мы построились и началась тренировка. Такого нету. Нет, у нас там, например, вот в 16-й ровно начинается построение, и мы начали тренировку. Но спортсмен приходит заранее, он пришел в 15-40, он сам разминал свои суставы, постоял на кулаках, побил по жесткому мешку, попрыгал на пальчиках, поукреплялся, поотрабатывал личную технику, после чего мы строимся или присаживаемся, разговариваем. Вот, например, есть ученик, которому нужно исправить технику. Я спрашиваю, как мы будем ее исправлять? Потому что дети же лучше меня чувствуют себя, ощущают. Я спрашиваю, Глеб, как ты будешь исправлять технику? Он начинает рассказывать, что я бы встал в хорошую стойку, и дальше раскрывает этот момент. После чего мы начинаем общую разминку, такая, ура-у-у, все это делаем. После чего начинаются акробатические элементы. Мы начинаем с кувырков, колес, мы делаем колеса планиметрические на тыльной стороне, на одной руке, на пальцах, чтобы у ребенка, когда во время удара была готова кисть, представляете, сколько кистей, вот он вот так возьмет ребенок и ударит в локоть, может выбить кисть. А когда он может на одной руке и на пальцах сделать колесо, это не сразу происходит, постепенно, может год-полтора занять, что ребенок приходит к тому, что делает колесо на одной руке. У него кисть готова, то есть он в конечной фазе может напрячь кисть. И так он убирает травму. И после тренировки, например, общая физическая подготовка, мы пропагандируем то, что ребенок должен самостоятельно делать ОФП. И вот сейчас, если вы придете ко мне в зал, например, вот к концу тренировки, и увидите, я говорю, все, у вас ОФП, и вы увидите, как дети сами набирают норму 60 подтягиваний, 200 отжиманий. За ними никто не следит, потому что мы им пытаемся донести, что работа со своим телом – это самостоятельная работа, что никто не должен состоять с кнутом. Иногда, когда мы приезжаем на соревнования, дети вот так вот в шоке, что тренер может... Потому что мы в зале готовим к тому, что будет на ковре. Мы на соревнования разминаемся, и не бегаем за каждым ребенком. Он уже воспитан и знает, что ему нужно размяться, и ждать, когда тренер скажет, все, за пять поединков подойти к тренеру и пойти выводить. Он сам готов. Мы стараемся постепенно, поэтому у нас есть принцип постепенности, что старший всегда следит за маленьким. и так мы готовим спортсменов но там очень много упражнений которые связаны с укреплением чтобы не пропустить удар стойка на голове мы делаем всякие переходы забегание борцовский там очень много планиметрических упражнений и если вы хотите можете прийти попробовать это очень интересно спасибо куда движется карате в россии как какой есть потенциал у этого вида спорта карате в россии движется к тому что сейчас очень много спортсменов остаются во взрослом спорте бывает можно увидеть что в легком весе до 70 килограмм в поединках чемпионом россии становится 18-летний парень хотя это как бы переходный этап но сейчас очень много спортсменов которые остаются был период когда был не сказал что пустота но были знаете основа сборной и получается молодые боялись их сейчас такая тенденция что очень много людей остается во взрослом спорте это очень здорово но для этого есть примеры что люди пока своим примером что можно тренироваться тренировать учиться работать выступать вот у меня в зале есть спортсмены заслуженные мастера которые ходят с утра на работу у которых двое-трое детей и они приходят на тренировки показ результат таких примеров очень много вот со мной действующий спортсмен тренируется николай масленников у него вот дочь родилась он заслуженный мастер спорта артем назаритян он вообще у него два золотых пояса от rsb и то есть его отметили как лучшего спортсмена он тоже работает очень много и живцов станислав крымов артур они все семьянины все люди которые работают и после работы приходят и показывают на что они способны таких очень много примеров и поэтому странно вот у нас зале парню который учится в институте может сказать что он устал на него не смотрят такого нету ты после учебы приходишь выполняешь свою работу которую дал тренер если не можешь прийти в 19-30 ты делаешь и утром если не можешь ты опаздываешь на тревогу выполняешь работу это нормально дмитриевич готовит к тому что нет сложных вещей все очень просто вопрос только в том готов ли ты как на это зайти или нет у вас больше такая психологическая даже работа психосоматика готовка эмоционально до основная работа моего тренера в том чтобы каждый сам пришел к ответу своих вопросов то есть если он может научить любого в принципе взять и человека с улицы сделать непрофессиональным спортсменом но к тому что он будет владеть своим телом и вы его через два года не узнаете это реально такой человек был или нет но его основная цель чтобы человек через осознание своих действий пришел к этому некоторым нужно год чтобы понять что говорит а некоторые семь лет к этому и приходят такие же вот пример николай масленников чемпионом мира стал в 32 года представляете а выполнил норматив мастера спорта в 27 лет сколько он усилий сделал чтобы выполнить норматив мастера спорта потом стать чемпионом мира но то как доносит информацию мой тренер это самое эффективное что я видел до скольки лет вообще можно быть профессиональном спорте скольки лет можно драться я думаю что все индивидуально но чем прекрасно карате у него есть дивизион мастеров это старые возрастные группы старшие возрастные группы знаете как у лыжников есть 80-летний мужички которые едут на лыжах свою трассу а также есть и у каратистов группа старших возрастных групп вот у нас есть спортсмены которым 56 лет и выступает вот я сейчас помогал одному спортсмену готовится к чемпионату мира по ветеранам постарше возрастного то он стал третьим вот ему 45 лет вот действующий спортсмен по взрослому не вот я вам говорил только что николай масленников представляете ему 42 года и он действующий спортсмен наравне о в тяжелом весе наравне с тяжеловесами он показывает результат тут я думаю все индивидуальные зависит от того как спортсмен выкладывается что он делает какой у него тренер как его берегут как не берегут такой момент можно же в молодом возрасте надраться тут эти неготово тело ты постоянно травмируешься травмируешься накапливается эффект у тебя желания нету потому что ты наелся а можно плавно раскрыть спортсменам профессиональные каратисты зарабатывают деньги да есть профессиональная лига в фк о и там федерация помогает то есть не то чтобы прям прекрасно можно ну на жизнь хватает как на жизнь хватать но вы зарабатываете вот с тренерской с работы с работой из того что ну смотри спортсмен я во-первых нужно понимать что профессия спортсмен не долговечна не потому что я плохой или что-то такое я могу в принципе не работать не развивать свой клуб не просто тренироваться и жить спокойно но мне нравится дело как бы я вообще не не вижу что у меня в девять утра приходят дети я очень не представляю чтобы в девять утра проснулся и не работал то есть это в 730 проснулся не пришел на работу потому что я знаю что мне сейчас придет вторая смена мне в голове не укладывается в 1130 мне уже своя тренировка а потом в три часа начинается этот бегать не и я вообще не представляю что я бы не работал мне нравится быть самостоятельным и не нуждаться ни в чем как бы это очень удобно и я понимаю что я когда был студентом мне древний сказал научись выстраивать работу так чтобы успевать на тренировке я уже на третьем курсе подрабатывал ходил как бы там тысячу рублей свою зарабатывал как конструктор и я выстроил все вокруг своего зала там в тридцати минутах езды от метро по метро я знал что я приеду на тренировку и сейчас я работаю не знаю что через 40 минут сядут на машине через 40 минут я буду на ковре то есть я могу задержаться на тренировке в восемь часов я в зале хотя собрание дмитриевич начинает в 19-30 то есть надо как бы все дороги ведут в зал это вас тренер научил да да он работа зал идет и жизнь зал идет да но при том что вот вот например люди которые вот результат максимально показали они не все тренера есть спортсмены которые работают не связанными спортом в системе безопасности сбербанка там сложных логистических компаниях это спорт это всего лишь отличный навык для того чтобы реализовывать себя в жизни есть спортсмены которые вот у них соревнования или спорт закончился там ну травма или что-то такое они опускают руки и уходят вниз а нам пропагандируют что спорт это маленькая часть жизни в которой мы должны уметь преодолевать это как поединок ты вышел иногда противник очень сильно а те нужно победить и и ты сражаешься с ним и также ментально готовишься к тому что в жизни тоже может быть что тяжело сложно и ты преодолеваешься да ну конечно я спросила у вас потому что ну даже сравним с профессиональными футболистами они же не могут работать в других сферах и вообще в принципе больше не работают нигде потому что у них две тренировки в день сборы игры и прочее прочее это их работа я вам скажу что у меня тоже две тренировки в день сбор да и несомненно но я я вам к тому и вела что вот до этого мы с вами разговаривали про деньги в карате если такое что вот такие спортсмены как вот я сравнила с футболистами либо другой профессиональный спорт то есть вот сам факт заработка денег только с одного вида спорта это как бы становится твоей работой я вам говорю что я могу только тренироваться и не работать но я умру от скуки вообще не представляю что вот с утра даже я проснулся сделал свою зарядку там потянулся чтобы день начался ярче облился холодной водой не поработать я не представляю что такое может быть что я не работаю вы просто сам по себе да мне нравится но вы представляете жизнь превратится только в спорт у вас поехали подрался тренировался подрался тренировался я же жизни не увижу я вот выхожу на улицу иногда и думаю ничего себе что происходит а если я буду только профессиональным спортсменом и не буду развиваться то гроши цена мне всех спортсменов которые достигли высокого результата они все очень интересные люди а те спортсмены которые как бы не развиваются сидят в коконе что он только профессиональный спортсмен ничего не произойдет вот сейчас я могу пример привести из своей жизни у меня сестра занимается боксом и она такой же играющий тренер она сейчас призерка страны по боксу она входит там когда когда входишь в олимпийский состав ты как запасную она является запасным составе олимпийской сборной она ездила на международный турнир белоруссии можно тоже сказать я профессиональный боксер и ничего не буду делать но она делает также две тренировки в день у нее здесь у нее с маленький спортсмен который будет выступать на первенстве россии он там целая система и я думаю что когда спортсмен думаю что он только спортсмен и только спорт это все тупиковая ветвь я даже детям объясняю что вы приходите на тренировку вы не думать что вы спортсмен у вас еще есть жизнь извне вы должны быть образованными интересными вы пойдете с девочкой на свидание вы что будет или вы будете пытаться не но серьезно я вам серьезно как бы тут важный тренер да это моя задача это воспитание как бы результат это найти побочное действие от того чем я занимаюсь это очень здорово черный пояс мастер спорта это побочное действие того чем тем делом которым я занимаюсь и я вам скажу что система выстроена так что постепенность очень сильно развита что постепенно постепенно спортсмена подводят к тому что он готов показать результат резко никого не рвут и это залог результата я так поняла секрет успеха это превратить спорт в часть жизни а не сделать его жизнью до часть жизни как бы давайте подумаем что если ребенок только будет зациклен на спорте есть главная проблема спорт это такое же искусство как рисование музыка если ребенок не будет творить не думать как он будет зайдет за соперника как он его опередит как он будет делать какие-то контрольные действия то он будет примитивным бойцом да он может быть сильным выигрывать но высокого результата очень сложно добиться потому что ты не можешь фантазировать выдумывать ощущать все построено на ощущениях потому что опережение это ощущение поймать движение сначала приглашаем всех желающих любого уровня подготовки любого возраста попробовать каратэ буду вам безумно рад александр анатоль спасибо вам огромное за такую увлекательную беседу очень приятно с вами пообщаться благодарю вас за прекрасный опыт мне безумно понравилось у меня в гостях был александр сорокопудов это были новости спорта меня зовут влада дотко